Всем добрый день, меня зовут Юля, я живу в Анталии, но сегодня я нахожусь в Мерсине. Вчера мы поужинали и сразу же легли спать. В 4 утра я встала, как всегда, закинула вам видео. И сейчас тоже уже у нас был завтрак и сбор, и мы едем куда-то, едем в Мерсин. По дороге я вот сейчас решила вам показать, где мы приблизительно находимся. С этой стороны лиман, и если честно, он такой большой. На протяжении 10 километров идет этот лиман. Я говорю, а зайти поснимать можно? Он говорит, нет, конечно, это же, это можня. То есть тебя туда никто не пропустит, но видно, что высокий забор. Проезжаем в мечеть, такие домики, высокие. Это административные здания, пожарная машина, интересно. Вот такая красивая статуя. Центр города. Это Майдан независимости. Вот здесь был стадион, сейчас сделали парк. С противоположной стороны идет море, но здесь плавать нельзя. Но он сказал, в принципе, плавать можно. Люди есть, которые плавают. Просто кто-то хочет красивый пляж. Вот эта площадка, это как раз-таки спортивная их площадка. Против музея идет. Вот смотрите, здесь музей архологический. Майрсина, но из-за того, что в прошлом году они его посещали, в этом году мы поедем в другой музей. 10 километров пляж, 10. Говорит, что в принципе можно плавать, но никто не плавает. Смотрите, это камни, поэтому они не могут плавать. Смотрите, одинаковые какие постройки. Вообще один в один. Вот эта стена 50 лет. Вот там, где было белое здание, там было море. То есть вот эта дорога, здесь было море, там был песок. И они вот тут плавали. Знаете, что случилось? Они взяли вот эту площадь, где был песок. Они как бы расчистили, насыпали сюда камень и выстроили дорогу. Но прикол в том, что когда они это построили, там оказались камни. То есть там не было песка. И теперь они не могут зайти в море. То есть здесь был очень красивый пляж с песочком. Все плавали и радовались такому счастью. И как он сказал, эти бараны, хотя говорили сто раз, не надо этого делать, они взяли и отвели вот эту часть под город и все. И теперь невозможно, чтобы был хороший пляж Майрсина. Представляете? Вот люди, вот вам что, мало территории. Вот просто интересно. Вот есть море, ну оставьте его в покое. Нет, ну это ж Нептуны великие. Вот это ж турки великие Нептуны. Взять, отодвинуть территорию. Зачем? Ну что ж, нам нет, не хватило. Вот надо дорогу проложить. Говорит, вообще, как можно без обдумывания этого? Ну то ж хотя бы должны были люди, которые в этом разбираются, посмотреть. Нет, вот так просто. И нету пляжа. То есть на море вы можете посмотреть, а залезть поплавать? Нет. Потому что ну не зайдете. Если камень есть, очень тяжело заходить. Даже, если я не ошибаюсь, нет, не в Гюнюке, в Бельдибе. Вход в море в некоторых местах ужасный. Там камни, там невозможно зайти. Поэтому идут вот эти эскилии деревянные, чтобы зайти в море. Но детям как? Дети ж не могут сразу на глубину плавать. Вот отсюда видно море. 300 метров внизу осталось море. А море такое, да пошли вы нафиг. Не хотите так, как Бог придумал? Пожалуйста, живите с камнями и езжайте за 39 земель в 30-е царство на море. Да, вот это все произошло 30 лет назад. То есть 30 лет назад еще можно было с песочком таким, хорошим заходом в море по Булгетти. Старые какие-то были постройки и сносят, и новые ставят. Здесь маленькие. Да, это все старый город. Прикольные, конечно, домики, смотрите. Один в один. Там была оливочка, а здесь серые. Очень интересный Марсин, конечно. Какая красота. Мы подъезжаем к морю. Вот, это античный лиман. Но туда заходить запрещено, потому что до сих пор идут раскопки. Это уже полностью все. Песочек. Можно плавать сколько хочешь. Мы приехали на встречу с фирмой Hyundai. Вся наша группа. С разных стран, с семи стран. С Израиля приедет только в воскресенье. Сейчас главный, вот он стоит по фирме Hyundai. Он сказал, что садятся за руль слепые и будут делать тур. Четыре машины. А потом все-таки он сам лично сядет и завяжет себе глаза. То есть руководить будут машиной слепые люди. Это кнопка. Это кнопка. Это кнопка. Просто на кнопочку нажимаем. Не надо ключа, ничего. Я не ездила. Сто лет. Прочу, я не помню, когда я последний раз руководила машина. Руководитель лилий. Руководитель лилий. Руководитель лилий. Супер. Вообще, настолько легко руководить машиной. Она огромная. А ты руководишь, как будто это вообще какой-то велосипед. Нет, поверьте, легче, чем велосипед. Потому что Юля с велосипеда падает. Очень классная машина. Вообще, обалдеть. Я такая, крути-крути, говорит, я ваш, говорит, медленно, медленно, Юля, медленно. Я думаю, ну как можно медленно такую крутую машину везти? Да надо быстро, вообще, просто супер, мне понравилось. Эта территория называется Таш-Юджу, то есть выехали с Мерсина, потому что я спрашиваю, почему? А я не знаю, это территория Мерситли, видите, да, где льерус? Ефгения, как тебе понравилось? Очень круто, да, да, еще бы стоял Google навигатор, ездить, катайся. Ты вообще раньше водила машину? Да, водила. Ну, механику. Это старая машина, две раз газ, бассабилирую? Бассабилирую, да. Все, немножечко можно газ нажимать, еще, 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 полный разворот должен сделать, назад будем, еще, 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 еще левая. Вот, теперь назад, пульт верни и прямо едем. Немножко справа, молодец. Умничка. Все, проехали большую территорию. Смотрите, что Олег делает. Он закрыл, руководителю всем дая глаза, и показывает, как вот слепым, чтобы он почувствовал, как это, и открыл какие-то новые таланты у себя, чтобы он понял, что может больше стать слух, или, ну, как бы, чувствует другое что-то. Мария, наш координатор, тоже решила попробовать, как это, и видеть, и видеть, нет, нигде не едут, можно начинать. Да, прямо, прямо, просто прямо. Хочется снять маску. Хочется снять маску, да? Ну, вообще, страшно, что ты чувствовала? Визуализировала себе дорогу, которую видела, и, в общем, немножечко мое представление не сходилось с тем, как вы руководили, да? А, мы неправильно руководили, я поняла. Мне казалось, что мы едем там на обочину, в стол, в детях. А, а, я поняла. Ну, так, давай. А, Масен, внутрь, большой элемент, надо егить мыслав. Сейчас я попробую почувствовать, как слипы себя ведут. Так, мать моя женщина. Подожди, вот так видно, вот так не видно. Так, я нажимаю на тормоз. Куда нажимать? Томанки, гильёру. Томанки, гильёру, гильёру, гильёру. Томанки. Томань. Томанки, гильёру. Томань ц decorала. Томань на тормоз. Як-то... Сор vont меньше. Нュisions. Томань мать. Томань. Томань, тёмножок, тёмножки. Томань, з Roll щ interview. Томань, ногань, eres famous. Саааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Дюс. Дюс, 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 дюс. Трен. Аплодис. Сол, сол. Дюс, дюс. Сол. Сол, сол, сол. Трен, трен, трен. Трен, трен. Трен, трен. 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 Всем привет, меня зовут Юлия. Второй день фестиваля. Сейчас 6 утра. И я решила поделиться с вами. Все под таким впечатлением были. Люди, которые не видели, которые 20 лет не ездили на машине. Они тоже... У них был просто... Ну, представляете, да? Насколько я за этим соскучилась. Женя... Вечер у нас были сборы. Он говорит, я каждую ночь езжу на машине. Ей каждую ночь снится, как она ездит на машине. И, понимаете, да, она сейчас этого не может сделать. И вот вчера это было такое потрясение. Для чего вообще проводятся эти фестивали? Для того, чтобы люди с ограниченными возможностями, это они являются или директорами у себя в городе общества слепых или общества глухих, они здесь берут вот эти проекты, да, и потом переносят в свой город, рассказывают об этом людям и проводят такие же акции. Для чего это? Это extra ability. То есть новый какой-то талант. Когда у человека пропадает зрение, он начинает лучше слышать, да, или запахи лучше улавливает. И когда между собой они начинают разговаривать, передавать свои ощущения, другой человек быстрее к этому приходит. Если просто слепой человек сидит дома и ничего не делает, ему не дастся больше слуха. Нет, это над этим надо работать. Надо контактировать с другими людьми. Тогда это будет развиваться. Шикарный фестиваль, один день прошел, и вот такие впечатления. Мы вечером сидели, обсуждали это все. Каждый рассказывал свои ощущения. То есть, да, это нужно проводить так, потому что открывается что-то новое, вообще невероятное. Спасибо Олегу, спасибо этой организации «Белая трость», которая проводит такие фестивали, они молодцы. И если вам интересны такие видео, поддержите, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарии. Честно, для меня это вообще такое новое открытие. Мы тут будем несколько дней, поэтому, конечно, я буду выкладывать видео, чтобы показать вам и красоту Мерсина, и мы еще будем в другие города ездить. Так что целую вас, люблю и обнимаю, и желаю всем отличного дня. Спасибо. 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 Илетиเยинь. Ильич.